всем привет с вами андрей у нас рысари бумаги пира 3 часть собственно давайте заберем ежедневную награду у нас сегодня руна собственно последняя награда перед двадцать восьмым днем точнее сказать 55 у меня в данной версии 133 приложения руну сразу стоит убрать потому что на у нас она будет обманывать также стоит расщепить все ненужное то что у меня было выбито до этого все ненужные предметы а собственно посмотрим что у нас по ежедневному заданию куда надо идти на собственно нужно убить судя по всему водных монстров андедов хоманов капец народу нужно шлепнуть защититься от сна и защититься от холода наверное факт в том что пойдем мы сейчас в данж вместе с вами посмотрим что у нас разработчики собственно как сделали в последней версии они сделали что это улучшается за кристаллы стала вы получаете как увидели с ежедневных заданий по 25 штук если максимальное количество выполните также кристаллы можно получить с данжа в котором сейчас вместе с вами идем у нас 18 уровень данным доступен пятый этаж 5 данж всего 20 ключей 20 попыток ваших входов данж респаун ключей один час реального времени собственно давайте попробуем пройти давайте убедимся в том что а у нас еще не не забрана награда здесь заберем это полторы тысячи для всего party также можно еще дублирующий полторы тысячи купить и 3000 энергии тоже для всего потянует 3000 хп для 1 и 3 тысячи энергии для 1 тоже заберем собственно мы забрали можно еще пару свитков забрать но на самом деле я слитки не особо рекомендую вливать потому что то что вы немного усилите свою экипировку особо погода вам не сделает кстати по поводу классов чтобы вы имели представление что у меня персонаж собственно вар фишер человек фишер это 10 процентов шанс того что враги будут отдавать именно вас клерик доктор человек доктор это два спас броска рога эльф и торговец так называемый вот он собственно дает 10 процентов квеста золоту шаман констебль человек констебль дает при начале боя рандомному противнику снижает инициативу на минимум и паладин профессора человек профессор это у нас 15 процентов того что враги будут откладывать именно вас по экипировке вы видите собственно все место что хочется рассказать что что у меня рога экипирован в урон клерик экипирован в основном спас броски чтобы он был более уклонистым скажем так вар у меня экипирован в защиту также спас броски для группы ну и я горна шанс с того что в начале раунда стал титс именно на танком так называемого рам собственно рога в урон также уроки присутствует а перк на ходить первым также у него присутствует яд увеличивающий дополнительный дамаг у шамана просто на хп очень много хп плюс еще яд на 30 на цель шаман иногда по нескольку разбьет понятно чем это связано но факт с фактом то что у него шанс столкнуть этот ядово гораздо выше чем у остальных собственно также присутствует ануша про шамана я рассказал у него в основном хп хп боди это у нас тоже хп и собственно ну это минт это усиление каста ему тоже можно дать хп но опять же у меня пока нет альтернативно у паладина все физ до физ дпс ну и также одна на хп на 2 400 чтобы он как танк не сильно проседал чего физ дпс потому что мы кастуем собственно гард ауру гард ауру идет именно от физ дпс а ну и также молот тоже идет от физ дпс а молота забивания цели которые ниже собственно этих цифру урона вот собственно давайте продолжим убить данж основные у нас восемнадцатый этаж за прохождение данжу полностью то есть сундуке когда вы первый раз проходите он дают собственно кристаллы количество бывает разное от ука она повышается с каждым этажом когда вы проходите сейчас вам продемонстрируем и пройдем несколько этажей я вам это покажу собственно у нас тут самый опасный конечно же это отражатель поэтому он падает под номером 7 в первую очередь также очень тут вообще все опасные на самом деле вот это вот жужа которая в самом начале стоит она может на вас очень большой стак яда кинуть около 30 единиц но не на начале а вообще в целом ее я прямо очень и очень мерзкий этот лучник сносит вам полностью моноборн и в кого он стреляется своего скилла то чтобы он скиллам не попал ему надо дать сало тут собственно два тифлинга миньона личинка ну конечно самый опасный из этой компании это личинка как бы смешно бы это не было и у нее плюс еще 14000 кп охренеть можно а почему она самая опасная потому что она с ней будет бой бесконечный по сути говоря если она выживет на 4 хода вот поэтому личинка крайне опасно это у меня сейчас первый ход у нее осталось 4 хода если она выживет то она превратится в бабочку а это бабочка она потом будет призывать еще хреново тонну личинок на свободные места всего свободных мест 6 поэтому вы сами представлять сколько она может призывать особенность она будет часто ходить плюс эти бабочки могут ускорять личинок них имеется ввиду эволюцию тем самым они очень и очень и очень мерзкие если у вас есть возможность щелкнуть личинку прям сходу я рекомендую именно это и сделать он тифлинг скорее всего упадет от яда эволюция номер два у него уже идет собственно мы накинули на нее немножко яда я думаю уже 30 яды и хватит чтобы отъехать но хотя все от хп зависит но я тут заметил одну закономерность чем больше у цели хп тем сильнее тик яда идет возможно яд у нас идет в процентный но как видите нам хватило дпс убить ее но пока бои не особо сложно единственное вы не сможете восстановить свою магию в бою мы собственно активируем костер для того чтобы дальше по текущему этажу 18 забрать сундук столько я сказал несложные нам сразу выдали этого одного из самых сложных противников это чемпион и тролль за 17000 хп ну тут конечно резать надо чемпиона чемпион он вешает отражение чтобы вы понимали точнее отражение а контратака то есть вы постоянно его атакуете он отходит вас в ответ атакует его он у вас в ответ бьет на самом деле это очень-очень мерзко и из-за этого приходится с ним очень тяжело драться видите да сколько он ударил ненормальный мог какой-то давайте полечим нашего танка вот танк по что низко не стал на себя щит из-за этого он получил очень много урона бьем это чудо-яда мы собственно добиваем его 50 яда у него нет шансов выжить потому что слишком много яда плюс он жирненький то есть и у него теки яды будет ого-го мы можем даже пропустить ход но мы его добьем все таки тут конечно первый щелкается отражатель под номером 9 затем все остальные компашка почему именно отражатель потому что когда вы будете бить сплэшом отражатель скажет что вы ни хрена не сможете его ударить он вам вернет весь урон но не весь он часть урона вам взрыв вернет из-за этого не всегда хочется с ними драться мне он не особо опасен потому что ну и если есть только он высокоуровневый будет давайте посмотрим вот обратить внимание кнопка не работает посмотреть монстров это только в версии 133 у нас такое получилось в версии 132 и до этого во первых это кнопки не было но это но факт том что она по крайней мере работала давайте посмотрим так у нас 1000 и 2000 ну давайте 2000 убьем собственно мы убили все всю эту компашку двигаемся дальше ребята 43 44 уровень как вы видите персонажем мы видим сундук сейчас будем забирать сундук тут конечно же лучше всего убить тролля но мы его не убил у него слишком много здоровья как видите 17000 у гоблина 6000 поэтому шлепаем гоблина следующий будет миньон падать как видите миньон красный вообще борзым по нескольку разбьет как видите мне шамана убили мы не смогли согреть из-за этого он убил шамана резурект не даст ничего потому что нам придется каждый бой воскрешать поэтому еще скорее всего он перри заходить в данж тратя ключ потому что убийство шаманы конечно не айс явно резурект лирик он временный собственно мы забрали 27 гемов принципе давайте добежим а ну да но еще одного я думаю без шамана шлепнем перейдем на девятнадцатый этаж и бум уже с девятнадцатого этажа и тут надо шлепать мелкого как можно быстрее и номер два который сейчас присутствует он баффер его на тоже шлепать он урон не особо большой наносит вот больше скорее наносит этот перри передняя линия даем масса гор нам неважно на ману поэтому просто объем их потому что мы сейчас выходим для того чтобы воскресить шамана его можно и в бою воскресить на воскрешение будет временное для нас она не интересна и воскрешаем шамана девятнадцатый этаж давайте выходим из данжа воскрешаем нашего напарника 9000 его потратили но курят что мы что-то можем лучше давайте улучшим это молот как вы видите он со звездой это уже первое перерождение молота то есть первое перерождение у него на хп собственно давайте убедимся в том что отряд готов обратите внимание что мы воскресили персонажи и полоска здоровья его не показывается не магии не здоровье правда у нас тут могут напасть давайте посмотрим где мы находимся сидит реально мы находимся на кладбище не мы не пойдем не будем на кладбище давайте убежим в деревне новичков а чтобы спокойно без каких-либо вопросов просто восстанавливать свое здоровье после данжем собственно давайте побежим дальше 19 этаж наш начинайте на текущему это этаже получается сум сундук и костер тут конечно в идеале шлюпнуть красного в первую очередь еще лучше самого жирного но жирно у нас шлюпнуть не получится поэтому убиваем красного как вы видели в прошлом бою он дважды атаковал танку нужно здесь обязательно защиту кастовать потому что моба начинает чуть сильнее бить и они уже пол лица танку сносит нашему фару кастую на его защитам и продолжаем бить руками обратите внимание нажал на мобов если у них два дебафа то есть видите да тут я то тут еще и сало висит и он уже его не видит а если больше двух дебафа ну вообще его на ни одного из мобов не увидеть давайте попробую убить этого убили этого номер пять убился и передний остался номер два номер два к видите по блоку прошелся и мы не почувствовали убьем следующий отряд это мутирующий скорпион и лучник тут конечно же эффективнее всего номер шесть шлюпнуть как можно раньше но мы будем вырезать первую очередь лучника чтобы у нас магия была что касаемо тролля тролля нужно просто переагреть на себе и молиться чтобы он не убил вам танка и в идеале чтобы салон на него сработало но он должен откиснуть 40 яда это очень много на самом деле яд который мы нашли этаж присутствует маг отражатель и собственно тролль тролль просто жирное чудо который очень больно бьет маку но сейчас уже падает мак упал остался отражатель отражатель падает тоже кастуем на себя лечение бьет ходит отражатель отражатель бьет по площади даем блок и паладин добивает его накидываем яд потихоньку продолжаем движение накидываем яд на него потихоньку и агрем на себя собственно главное пережить первый удар тролля кого бы он не прилетел а вторую даром и сто процентов блокируем потому что танк а горит танка стоит блок на себя и а горит на себя то есть нам по сути нужно пережить первый удар танк в идеале нужно убить номер три но и он уже не номер три он уже номер восемь в идеале на убить первую очередь им почему-то не понравился наш паладин скорее всего из того что у него выше шанс агрессировать цель то есть у нас как вы помните я об этом рассказывал у одного из 15 процентов где он у нас у фишера а у этого 20 процентов у профессора собственно 15 и 10 у нас то есть вы видите да здесь видимо шанс работает можно против заблочить но мы скорее всего не сможем этого сделать поэтому просто настакиваем ему яд и это должно откиснуть от яда но нет смотрите ему хватило защиты но он в легче на следующий ход откиснет поэтому нам неважно этим прям сильно не понравился паладин хотя у паладину моего 5000 хп в отличие от вару у которого еще два с половиной тысяч то есть вароп эли приоритет не любите себе подумать Собственно, победа. Нашли костер, отлично, тут в первую очередь надо шлепать мага, потому что маг бьет по площади, плюс маг бьет сном, у нас нет защиты ото сна, маг у нас под номером 3 находится, поэтому маг в первую очередь падает, заодно мы мелкого шлепнули. На троллю в идеале дать яд, но если конечно, но нам и не смог дать яд, наш шаман видимо рандом не на нашей стороне. Огорим тролля на себя, даем его еще сало, ну и просто по сути убиваем, потому что у него нет шансов. Камень бесполезен по своей сути, потому что во-первых он серый, а во-вторых он ну просто бесполезен. мы зажгли костер, мы можем вернуться забрать сундук, нам дали фиолетовый посох, который у нас собственно присутствует в данный момент у наших мобов на 3 ячейки и 28 гемов. Собственно идем на выход, нам здесь в принципе делать больше нечего, но нас скорее всего не выпустят. да, отождаемо. Какая грязь, а тут 2 мага и отражатель 1, давайте посмотрим сколько у них маны. Ну будем бить самого жирного мага, вот этого под номером 6. Из-за того, что отражатель жив, всем нашим союзникам очень больно, как вы видите. мы полечимся, бьем отражатель руками, паладин его тоже может разочек ударить, танк кастует блок, чтоб перехватить урон. Этот кастует Масой свою магию, но магия не сработала, потому что он кастовал ее на шамана, а у шамана отражение висит. Собственно забираем отражатели и возвратка, не отражатели, а получается сплэш урон забрал этого второго. Давайте заберем, тут конечно же в первую очередь отражатель надо шлепать, потому что самый мерзкий моб из всей этой компашки. Также тут присутствует зеркало и собственно пчелка, ну пчелка она не особо страшная, в том плане, что Нинс на вас яда очень много может накидать и вы просто откиснете от яда. Как видите, мы пока без проблем справляемся. Следующий уровень и собственно 20 этаж, но это я думаю мы уже в другой раз посмотрим. Кстати, по поводу достижения также не рассказал. мы в прошлой серии вместе с вами проходили достижения, вот надо будет на досуге вместе с вами породить скелетов. Скелеты они в основном на кладбище, это за водным городом и вот хотелось бы вот это достижение. даже учител, что это за желтый предмет непонятно. А все остальное пока не ясно как закрыть. Почему? Потому что он как бы еще не открыт. Ну и 25 этаж хотелось бы тоже закрыть, все-таки 50 гемов на дороге не валяются. Но опять же эти не закрыты, поэтому не ясно, не открыты. Ну вот как-то так собственно, так же можно забрать собственно ежедневные монеты 500 золота, кулдаун 24 часа реального времени 500 золота конечно это копейки для нашего персонажа, но все-таки хоть сколько там. Ладно всем спасибо за просмотр, с вами был Андрей всем пока.